Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Рождённая Луной, сезон 3 серия 6, Тайна Манускрипта. Мия рассматривала пожелтевший от времени лист, бурые рукописные строки. Это всё, что есть Рождённая Луной, не считая общеизвестного. Поясните? Упоминания не встречаются в разных источниках, но без конкретики. Непонятно, откуда вообще появилось это предсказание. Странно. Более чем. Что вы имеете в виду? Владелец музея заговорил чуть тише, будто их могли услышать посторонние. Понимаете, мне кажется, нет, я уверен, что кто-то не хотел, возможно, даже препятствовал распространению информации. Например, мне довелось однажды наткнуться на дневник одного древнего вампира. Согласно записям в нём, о пророчестве должно было быть немало сказано в книге «Алхимия крови». Почему я не слышал о ней? Автор, Луиджи Триаль, умер ещё в средние века. Это одна из последних рукописных книг. Существовало всего три экземпляра. Продолжайте. Ничего примечательного в ней нет. Попытки понять природу вампиризма с точки зрения алхимии и чёрной магии. Полная ерунда, в общем. Важно то, что один из томов погиб при пожаре в Париже в семнадцатом веке. Второй бесследно исчез, канул в лету. Последний я отыскал, но несколько страниц в нём оказались вырванными. Думаю, рождённая Луною поминалась именно на них. К Мии подошёл Данте, посмотрел на экспонат. По-французски. В полнолуние Деву смерть обойдёт. Ночь одарит её силой, слабости день лишит. Рождённая Луно её назовут. И станет так. Написанное, естественно, не более чем фольклор. Зачем кому-то уничтожать свидетельство именно этого предсказания? Даже не представляю. Что ж, спасибо. Если вы не против, господин Йенч, то мы осмотрим и другие экспонаты. Мия и Данте немного прошлись по музею. Затем попрощались. Мысли девушки целиком заняло пророчество. Как только они остались вдвоём, Мия вздохнула. Понятнее не стало. Похоже, тупик. Надо подумать. На безлюдной ночной дороге можно было говорить открыто, не опасаясь лишних ушей. Вампиры не придавали значения этому манускрипту. Однако нам с тобой известно, что в нём правда, хотя бы отчасти. Правда о тебе. Знание древних дыханием вечности коснулось девушки. На мгновение её горло будто стиснула невидимая петля. Дикое, пугающее чувство неизбежности заставило впасть в некое цепенение. В сознании болезненно пульсировало. Моё появление предсказано. Что ещё предрешено? Кто я? Мия, Мия! Что с тобой? Всё хорошо? Да, голова немного закружилась. Помнишь, как звучит начало? В полнолуние деву смерть обойдёт. Я должна была умереть, но смерть меня обошла? Это просто для красоты. Не думаю, что эта часть текста имеет глубокий смысл. Не бери в голову. Действительно ли Гуара так считает, или просто утешал её, Мия не поняла. Должно быть что-то ещё. Мия трахнула головой. Информация ещё есть. Я тоже склонен к оптимизму, но можно услышать доводы. Князь Мора верит в пророчества. Или как минимум серьёзно относится к этой теме. И считает тебя рождённой луной, потому и ищет? Уверена. Именно поэтому он хочет меня убить. Другого повода не вижу. Согласен. Я совершенно не понимаю, почему Мора или кто-то другой убрал всё, касающееся пророчества, но оставил манускрипт? Текст ведь не спрятан. До него легко добраться. Раз уцелел экспонат Петера, то, возможно, есть что-то ещё? Значит, стоит искать дальше. Девушка пожала плечами. Не знаю, ты прав, надо думать. Понимаю, что тебе сейчас непросто. С вампира будто сдёрнуло обычную завесу холодности и отстранённой вежливости. В глазах появилось искреннее, непродиктованное догмами воспитание, желание помочь, поддержать. Позволь дать совет. Постарайся немного отстраниться. Взглянуть на ситуацию так, будто всё происходит не с тобой. Сейчас у тебя может появиться ощущение, что ты безвольная игрушка, ведомая слепым роком. Но это не так. Мне бы твою уверенность. Мия, ты девушка необычная, уникальная. Возможно, твоё появление действительно было предсказано кем-то. Однако это не повод становиться фанатичным фаталистом. Его спокойствие передалось Мии. Помогло собраться с духом. Нашли? Нет, простите. Никто не знает, где она. Досадно. Князь побарабанил пальцами по столешнице. Позвони Васку, пусть ускорится. Пусть решает вопрос. Уснуть Мия так и не смогла. Сказался окончательно сбитый режим. Погода стояла ясная, и яркий свет резал глаза. Я превращаюсь в обитателя ночи. Последнее время днём на улицу выхожу всё реже. Просто не выспалась. Синяки под глазами. Кошмар. Выгляжу как наркоманка. Так или иначе, девушка твёрдо решила погулять, осмотреть Гольфштадт. Только куплю солнцезащитные очки. Ммм, какая ты модница. Спортивные очки. Кошачий глаз. Ой, обожаю авиаторы. Да, я их и возьму. Так лучше. Днём городок оказался ничуть не менее красив. Повсюду были туристы, скупавшие сувениры и фотографировавшие всё подряд. Желание приобрести что-нибудь на память появилось и у Мии. Однако от идеи пришлось отказаться. Меня же здесь как бы нет. Я в Амстердаме. Сложно будет объяснить Максу появление на холодильнике магнитика с местным озером. Прогулка явно пошла девушке на пользу. Красивые дома, поросшие лесом горы, множество цветов. Идиллический пейзаж умиротворял и помогал спокойно всё обдумать. Вечер Мия и Данте встретили в небольшом уличном кафе. Хоть кофе в нём варить совершенно не умели, место было приятным. Радушный персонал и общая обстановка неуловимо создавали атмосферу уюта. Вампир сразу заметил приподнятое настроение девушки. Придумало что-то? Надо изучить манускрипт. Допустим, Петер Йенч нам позволит это сделать. Что ты надеешься найти? Думаешь, он сам не исследовал текст? Уверена, что нет. Зачем бы он это делал? Йенч не профессионал. Ты сказал, что он ничем не примечательный вампир. Он ведь не был архивным работником, реставратором или криминалистом. Нет, насколько мне известно. Но таким мы с тобой ими не являемся. Верно. Но Петеру просто могло не прийти в голову тщательно изучить документ. Что мы теряем? Только нужно уговорить Петера вынуть пророчество из-под стекла. Надеюсь, ты не рассчитываешь, что он позволит нам мазать бумагу лимонным соком и греть над свечой. Было бы неплохо. Я где-то такое видела. Но для начала надо просто посмотреть. Ох, попробуем. Общаться буду я. Вампир скорее послушает другого вампира, чем человека. Да, вот снова мы. Вы вернулись? Рад. Чем еще я могу помочь? Видите ли, господин Йенч? Гуэра взял владельца музея под локоть, отвел в сторону. Мия не прислушивалась к тихому разговору, рассматривала экспонаты. Вдруг Йенч повысил голос. Вы сошли с ума? Нет. Похоже, переговоры у Данте получаются не очень хорошо. Путь стойкости. Девушка решительно приблизилась. Господин Йенч. Тот резко обернулся. Позвольте нам сделать это. С какой стати? Вдруг мы найдем что-то интересное. Вы могли что-то упустить. Разбираетесь в древностях? Вы что, какие-нибудь реставраторы? Во время учебы у меня была практика в архиве. Я журналист. Журналист. Этого еще не хватало. Писать про музей без вашего дозволения, разумеется, никто не станет. Я вообще здесь не за этим, поверьте. А чтобы испортить реликвию, да? Мы будем предельно осторожны. Подумайте, если мы узнаем нечто новое, под открытием будет стоять ваше имя. Слава нам не нужна, это правда. Только информация. Хозяин пещеры колебался. Ну же, решайтесь. Вы ведь создали это место, наплевав на мнение других. Вы следователь, разве нет? Хорошо. Втроем они прошли вглубь музея. Сейчас. Петер открыл какой-то хитрый замок на стенде. Вот. Древний манускрипт. Прошу вас, очень осторожно. Мия внимательно осмотрела бумагу. Выглядит древней. Написано по-французски. Какие-то необычные чернила. От времени уже потемнели, но бурый оттенок еще угадывается. Посмотреть на свет. А это интересно. Что-то увидели? Водяные знаки. Ах да, конечно, я про них знаю. Странно. Когда они были придуманы. Ничего странного в их наличии нет. Первые водяные знаки на бумаге появились в 13 веке. Что ж, раз так, значит это не важно. Странность все же есть. Старые водяные знаки были очень простыми. Здесь же довольно сложный и красиво исполненный герб. Янч смутился. Вы уверены? Признаться, я не профессионал в подобных вопросах. Сколько лет по вашему этому документу? Не меньше 400. К сожалению, вынуждена огорчить. Вы ошибаетесь. Не более ста лет. Вампиры воскликнули одновременно. Что? Откуда вывод? Бумажная мануфактура, чьей эмблемой является этот водяной знак, была построена в начале прошлого века. Это точно? Я в колледже делала доклад. По истории, на тему развития бумаги. Манускрипт состарили, придав ему вид более древнего? Зачем? Очевидно, чтобы обмануть. Но столь бездарно проколоться, не учесть наличия водяного знака? Скорее, это было сделано намеренно. Для чего? Хм, может это специально оставленный след? Проклятие. Выходит, это никакая не реликвия? Как я мог так ошибиться? Что скажешь? Я же в этом вообще ничего не понимаю. Гуэра все же принял бумагу из рук Мии. Впрочем, постой. Он поднес манускрипт к лицу, втянул носом воздух. Затем вопросительно посмотрел на Петера. Что? Написано кровью? Да, человеческой. Уж это я проверил тщательно. Данте потер пальцем буквы. Что вы делаете? Хм. Он лизнул свой палец, снова потер им бумагу и снова лизнул. Говорю вам, чернила проверял по всем правилам. В углу с последней буквы сделал небольшой соскоп и отправил на анализ. Запись действительно сделана человеческой кровью. Вот только второе предложение из четырех. Написано кровью вампира. Это шутка? Позволю себе предположить, что вы достаточно молоды, господин Йенч. Кровь старая, и вы не в состоянии отличить. Это приходит с годами. Ты абсолютно уверен? Да. Значит, смысл имеет только то, что написано кровью вампира? Вампира? Похоже на то. Остальной текст – ерунда. Фон. Отдайте, отдайте документ. С недовольным видом Петер вернул манускрипт на место. Как бы там ни было, это экспонат. Отходя от витрины с пророчеством, Мия подумала. Значит, обращать внимание стоит только на одну фразу. Ночь одарит ее силой, слабости день лишит. Вынужден признать, вы действительно помогли мне узнать нечто новое. Только не ясно, как на это реагировать. Давайте рассуждать логически. Водяной знаке, написанное другой кровью, это некие подсказки? Похоже, только не очень-то понятные. Тогда каков наш следующий шаг? Мия на секунду задумалась. Господин Йенч, а как вообще вам достался манускрипт? Когда я только открыл музей и начинал собирать экспонаты, то старался заводить знакомства, самые разные. Ведь осколки нашей истории могли попадаться где угодно. Лет двадцать назад мне пришла посылка, отправитель не был указан. Я посчитал, что это подарок от кого-то симпатизирующих мне. Почему отправитель решил остаться инкогнито? Вампир пожал плечами. Откуда мне знать? Учитывая мифологическую специфику манускрипта, я готов был предположить самые разные причины. Кроме того, то был не единственный случай, когда мне делали подарки, не представляясь. Мало ли кто и почему не ищет славы и избегает огласки. Он проницательно посмотрел на Мию и Данте. Думаю, с этим вы не станете спорить? Не станем. Не бойтесь, я обо всем этом никому не расскажу. Почему? Вы уже помогли нам, но не обязаны делать это и дальше. Какой вам резон? Пока не разберетесь с загадкой пророчества, не в моих интересах поднимать шум. Я ведь не историк, не археолог, просто любитель старины и вампирского фольклора. Получается, много лет выдавал за реликвию чью-то подделку, или и того хуже, глупую шутку. Подобная фальсификация не пойдет на пользу репутации музея. Петер в задумчивости потер подбородок. Насколько я понимаю, вам может пригодиться любая деталь, связанная с этим документом. Конечно. А говорили, что больше ничего нет. Напрямую это не связано с рожденной луной. Манускрипт мне прислали в шкатулке. Кажется, я не выбросил ее, а положил к прочему хламу, которого в музее больше, чем экспонатов. Долго искать? Достаточно. За это время вы успеете мне помочь. Дэнт и Мия переглянулись. Мне действительно нужна помощь. Дело деликатное. А с вами мы вроде как связаны одной тайной, так ведь? Ладно. Но только как услуга за услугу. Вы нам, мы вам. И никто никому ничего не должен. Вампир криво усмехнулся. Как угодно. Вы упомянули, что работаете журналистом? Напишите про музей. Люди решат, что речь о каком-то забавном месте для фанатов вампирской тематики. Зато даже короткая статья может привлечь внимание вампиров. Было бы чудесно, если бы меня стали посещать чаще, чем сейчас. Знал бы он, в каком журнале я работаю. Это точно. Это возможно? Справитесь? Да, вполне. Про опыт в подобных делах Мия упоминать не стала. И еще кое-что. Видите ли, я... Как бы глупо это ни прозвучало... Влюблен в местную девушку. Ее зовут Астрид. Смеяться над этим будет низостью, господин Гуэра. Что вы, у меня и в мыслях не было. Мы давно в отношениях. Она знает, кто я. Я хотел обратить ее. Но она боится, хоть и любит меня. Мы должны убедить ее стать вампиром? Да, именно так. Господин Гуэра, уже вы-то понимаете все выгоды такого существования. Вечная молодость и прочее. Вы не смогли ее уговорить. Думаете, она к нам прислушается? В первую очередь, моя надежда на вас, Мия. Астрид, не с кем посоветоваться, поговорить о вампирах. Вы сможете все обсудить, как смертная со смертной. Мы поможем и со статьей, и с вашей Астрид. Говорите, как мне с ней встретиться. И ищите шкатулку, господин Йенч. Спасибо. Если у вас получится, я буду крайне признателен. О, Астрид, магазинчик сувениров в центре. Жду вас завтра после заката. Они прошли полпути к городку, когда Данте заговорил. Статья про музей вампиров? Ты серьезно? Ну, тут такое дело. Девушка вкратце рассказала свои роли в сверхъестественном сегодня. То есть, Итан Вуд и другие вампиры твоего города не просто в курсе, но и решили использовать журнал как раз для таких целей? Почему ты не сообщила этого Петеру? Зачем? Хм, ну ладно. Мия, давай я посижу в сети, почитая той мануфактуре. Где была изготовлена бумага? Да, вдруг водяной знак это действительно ниточка, ключ? Не хочешь уговаривать возлюбленную Йену стать вампиршей? Угадала, не хочу. Этому есть причины. Можешь не объяснять. Поговорю с Астрицама. Сейчас вернусь в номер, попробую немного поспать, а утром отправлюсь посмотреть, что же за красавица покорила сердце Петера. В маленьком Гольштадте все было рядом. Пройдя от отеля несколько домов, Мия была на месте. В сувенирной лавке, поздоровавшись с юношей за прилавком, попросила позвать хозяйку. Я подожду на улице. Через минуту дверь магазинчика открылась. Здравствуйте, чем могу помочь? Астрид? Да? Меня зовут Мия, я знакома Петера Йенча. Вот как? Ой, но ведь... Она удивленно бросила быстрый взгляд на солнце. Я не вампир, но, как и вам, мне о них известно. Хорошо знаете Петера? Нет, нет. Зато дружу с другими вампирами. Астрид покосилась на проходивших мимо туристов. Может быть, пройдемся? Давайте. Они медленно двинулись по улице. Почему вы боитесь обращения? Почему не хотите стать одной из них? Астрид ответила спокойно. Знаете ли, это мое личное дело. Вы же понимаете, что я спрашиваю не из простого любопытства. Догадываюсь. Петер попросил. Да, он кажется серьезным мужчиной. Такие не бросаются словами. И если Петер говорит, что любит вас, значит так и есть. Я не сомневаюсь в его чувствах. Возможно, причина в религиозных убеждениях? Нет, это совершенно ни при чем. Почему он обратился именно к вам? Объяснить истинную причину доверительных отношений с вампиром Мия не стала. Видите ли, я приехала сюда с приятелем Петера. Мужчины в таких делах теряются, не знают, что говорить. Поэтому Петер и попросил меня, смертную девушку, причастную к тайне. Понимаете? Так вот, как же ее убедить? О чем говорить? О чувствах. Неужели ради любви вы не готовы? Астрид грубо прервала. Не лезьте ни в свое дело. Я не намерена обсуждать подобные темы совершенно посторонней особой. Она развернулась и ушла в сторону своего магазина. Упс. Ничего не получилось. Нужно выполнить просьбу Петера. Попробуйте еще раз. Так вот. О том, что бояться нечего? Не нужно бояться. Вампиризм это не смерть и не проклятие. Просто другая жизнь. Астрид тихо произнесла. Но пить кровь я не смогу. Не нужно никого убивать. В современном мире вампирам доступны разные способы получить еду. Навсегда остаться юной и красивой. Только подумайте. Не бояться ни старости, ни болезней. Вампиры состоятельны. Представляете, чего Петеру стоило купить пещеру? Мия не стала затрагивать вопрос чувственных отношений и, похоже, выбрала верную тактику. Скажите, а вы сами что же, собираетесь? Да, стану чуть старше и обязательно. После долгих уговоров, наконец удалось убедить Астрид согласиться на обращение. Попрощавшись, Мия устроилась в уютном кафе. Времени еще полно, набросаю статью. Мне снова нужно написать как-то завуалированно. Чтобы люди сочли это глупостью. А вампиры поняли, что музей вполне реален и действительно принадлежит одному из них. Далеко за океаном, где была глубокая ночь, Луис, Тревор и Макс досмотрели фильм на компьютере верстальщика. Что ж, поеду домой, наверное. У тебя точно все нормально? Ты весь день странный какой-то. Да и не помню, чтобы ты раньше оставался в офисе на ночь. Просто я с женой поругался. Но все же надо ехать. Хорошо посидели. Не напрягайся, помиритесь. Угу. Луис поднялся в офис, обернулся на лестницу. Оба оборотни остались внизу. Тогда он прошел к столу редактора. Так что-то мне это не нравится. Тихо зашуршал системный блок. Свет монитора заставил зажмурить глаза. Хорошо, что Камила не пользуется паролем. Черт, черт. Будь оно все проклято. Верстальщик открыл электронную почту. Увидел письмо от Мии. Ну-ка, ну-ка. Камила, оставьте место для небольшой статьи. Я готовлю интересный материал про Европейский музей вампиров. Всем привет. Все из-за нее. Удалив письмо, Луис выключил компьютер и вышел из офиса. Ну-ка, Луис точно не меняется. В ночной тишине раздался телефонный звонок. А где мы находимся у... Надеюсь, у тебя что-то есть? Выслушав ответ, Эдгар произнес. Ну, раз обещал, значит не трону. И прервал связь. Из соседней комнаты послышался глухой стон. Вампир даже не повернул головы. На его лице появилась злая усмешка. Он прошептал. Похоже, я знаю, где она. Страшный такой. Музей в Гольштаде. Есть шанс все исправить, реабилитироваться перед князем. Натравлю на нее всех, кого можно быстро найти. Сама она туда не попала бы. Значит, ей кто-то помогает. Плевать. Надо попытаться. Они вновь направились в пещеру Петера. Как дела с водяными знаками? Ничего интересного. Что ж, попробовать стоило. Повезет в следующий раз. К чему мы пришли на данный момент? Хм, и так. Пророчество о рожденной луной существует, но кто-то это скрывает. Найденный манускрипт «Подделка». Странности две. Бумага состарена хорошо, однако оставлен более молодой водяной знак. И вторая. Текст записан разной кровью. Большая часть человеческой, но одна фраза вампирской. Ночь одарит ее силой, слабости день лишит. Наконец, Анхель Мора знает больше, чем другие. И рожденная луной ему не угодно. Надеюсь, сейчас мы узнаем что-то еще. Добрый вечер. Как ваши дела? Все хорошо. А что насчет шкатулки? Нашел. Не терпится взглянуть. Идите за мной. Втроем они двинулись мимо картин, старинных книг и прочих экспонатов. Должен вас отдельно поблагодарить за Астрид. Она была здесь днем. Не передумала? Нет, скоро я обращу ее. А затем мы поженимся. Как романтично. Петер либо не услышал, либо решил просто игнорировать иронию Данте. Не знаю, как иначе выразить признательность. Возможно, вам это еще пригодится. Он подошел к стенду с пророчеством, снял стеклянный колпак. Взяв манускрипт, вампир протянул его Мии. Теперь он ваш. Ничего себе. Щедрый подарок. Теперь манускрипт с пророчеством у вас. Пусть это и не настоящее пророчество о рожденной луной. Надеюсь, вам оно поможет. Спасибо. Спасибо, господин Йенч. Что ж, теперь шкатулка. В дальнем углу пещеры обнаружился стол. Хозяин музея взял с него продолговатый предмет. Это она. Шкатулка. Красивая вещица. Мия повертела ее в руках. Не вижу ничего, что могло бы быть подсказкой. Я тоже разглядывал и ничего не нашел. Можно? Гуэра внимательно изучил футляр, затем, пожав плечами, вернул девушке. Тогда посмотрим, что внутри. Мия бросила шкатулку на каминный пол. И прежде чем вампиры что-либо поняли, девушка наступила на нее. Хрусть. Эм... Однако... Внутри, между дном и подкладкой шкатулки, было что-то спрятано. Есть! Это оказался белый бумажный прямоугольник размером с визитную карточку. Но... Мия наклонилась, подняла. Здесь адрес. Ой... И конец. Вау, конечно. Необычное было задание, вернее, просьба такая в кавычках от Петера. Обратить его любимую девушку. Я очень рада, что девушка Петера согласилась. И надеюсь, у них все будет хорошо. Мия, конечно, как всегда в своем репертуаре. Хрест. Недолго думая, сломала, посмотрела и что-то нашла. Вообще, у нее везучесть очень сильная. Посмотрим, куда нас приведет этот адрес. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok